Перед нами Нуржея, которая написала электронное письмо Бекки. Насколько вы видите, это видно здесь в начале. Hello, Бекки, она пишет. Итак, разбираем с вами данное электронное письмо. Hello, Бекки, I hope you are well. То есть она надеется, что у Бекки всё в порядке. My school is in the center of town. Далее Нуржея сообщает, где находится её школа в центре города. Next to the railway station, то есть рядышком с железной дорогой. Мы с вами в своём письме можем написать точный адрес, который галижал или street 5. I live close to my school, то есть далее она сообщает, что живёт рядышком со школой. So I walk there every morning, поэтому, соответственно, ходит пешком в школу. It has six floors and each floor has five classrooms. То есть у Нуржея в школе шесть этажей, и на каждом этаже есть по пять кабинетов. I'm in class 7B, which is on the second floor. Нуржея у нас в седьмом Б классе на втором этаже. In my class there are 28 students, but the room is big and spacious, so it's ok. Далее Нуржея сообщает, что у неё в классе 28 учеников, но кабинет большой и просторный, поэтому ничего страшного. Второй абзац. I really like my classroom. Нуржея сообщает, что ей действительно нравится её кабинет. There is a large blackboard at the front of the class, and on either side there are two doors and three windows. То есть в кабинете есть доска впереди класса, и с каждой стороны есть две двери, также три окна. In the middle there are two rows of tasks and chairs for the students. А в серединке есть два ряда с партами и стульями для учеников. There is also a big desk and a chair for the teacher, and a bookcase with lots of books. А ещё есть большой стол и стул для учителя, книжный шкаф с большим количеством книг. The walls are white with maps and pictures on them. Стены белые, на них есть карты и картинки. And here is the ending of the email. И вот какая у нас здесь концовка электронного письма. What is your classroom like? А как выглядит твой кабинет? Write back. Ну же я. Жду не дождусь твоего ответа, ну же я. Нам с вами такой вопрос в конце задавать не нужно будет, потому что наш с вами ответ и будет являться ответом на этот вопрос. В принципе, всё наше электронное письмо. Now, look at the underlined sentences. А теперь, ребята, посмотрите внимательно на подчёркнутые предложения. Which of them express a fact? Какое из этих предложений описывает факт? This one. It has six floors and each floor has five classrooms. То есть факт в том, что школа шестиэтажная, и в ней на каждом этаже по пять кабинетов. There is also a big desk and a chair for the teacher and a bookcase with lots of books. Это тоже факт, то что в кабинете находится большой стол, стул для учителя, шкаф с книгами. Это факт. What about the opinion? А где тогда предложение, в котором говорится о личном мнении? Of course, this one. I really like my classroom. Конечно же, вот это предложение, где уже я, говорит о том, что ей действительно нравится её кабинет. Спасибо за субтитры.